Губернатор Николай Любимов в начале выступления затронул темы, которые волнуют всех рязанцев. В первую очередь это поддержка молодых семей. В регионе введены выплаты при рождении первого ребенка. Выплачивается региональный мат-капитал. Одна из важных тем – качество здравоохранения. В прошлом году проект «Бережливая поликлиника» вошел в тройку лучших в стране. Благодаря ему удалось улучшить качество медобслуживания. Однако проблем все равно достаточно. Трудно попасть на прием. Есть очереди к узким специалистам. В Рязанской области в прошлом году сделали первую операцию по трансплантации почки. Задача для врачей ОКБ – перейти на следующий уровень. Научиться пересаживать сердце и печень. В регионе большое внимание уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями. Уже в этом году начнется строительство нового корпуса онкологического диспансера. Одна из проблем волнующих жителей – утилизация отходов. По словам губернатора, свалки поступают вплотную к городам и селам. Решить проблему призвана новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором у нас стало рязанское предприятие «Экопронс», которое должно начать свою работу не позднее 31 мая 2019 года. А в ближайшие четыре года планируется построить два полигона для размещения ТКО, один мусороперерабатывающий комплекс и семь мусоросортировочных станций. При создании необходимой инфраструктуры станет возможным полноценный переход на раздельный сбор мусора. Еще одна важная тема – дороги. Как отметил губернатор, южный обход Рязани начнут строить в 2021 году. Планируется построить дорогу, которая соединит Северный обход и Михайловское шоссе. До 2020 года завершится строительство обхода Сасова. Губернатор отметил, что до 2024 года в нормативные состояния приведут 43% рязанских дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги». На эти цели регион получит 24 миллиарда рублей. Как отметила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская, губернатор в своем послании отметил все болевые точки, которые есть в Рязани и области. Важно, чтобы было затронуто социальное направление создания комфортной городской среды. К нам очень часто обращаются сейчас в последнее время граждане, которым так необходима программа перехода из аварийного в ветхое жилье. И мы понимаем, как она сейчас востребована. Мы очень благодарны о том, что именно будет создана региональная программа, которая позволит в ближайшее время закрыть те проблемные точки, которые у наших граждан существуют. После послания губернатор наградил рязанцев победителя региональной акции «Человек года» в номинации «Медицина». Победителем стал главврач ОКБ Дмитрий Хубезов. Он отметил, что коллектив больницы немало сделал, чтобы заслужить эту награду. Задача, которая ставится на ближайшее время – помощь онкологическим больным. Это не только лечение, но и оказание психологической помощи. Мы входим в ассоциацию онкологических психологов мировую. И все вот эти вещи по пациент-ориентированности, которые вдвойне более важны для онкологических больных, мы у себя в клинике внедряем. После выписки этих пациентов от нас, каждый знает, что делать при возникновении каких-то побочных эффектов либо осложнений, знает, куда звонить, куда приходить и как справляться с этими болезнями. Еще одно направление, о котором говорил губернатор в послании трансплантологии. Следующий этап, который планируется реализовать – пересадка почки с поджелудочной железой. Большое количество пациентов с сахарным диабетом нуждаются в этом виде помощи. Дальше врачи научатся пересаживать печень. А когда откроется отделение кардиохирургии, можно будет пересаживать сердце и легкие. Эта задача на перспективу. Как отметил Дмитрий Хубезов, через несколько лет такие виды медицинской помощи смогут оказывать рязанцам врачи ОКБ. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».